С вишней, малиной, орехом и кокосом. Яркие обертки и запоминающиеся рисунки на них. Все это о новой вкусной продукции ульяновской фабрики Сладис. 13 апреля на промышленной площадке заработала новая линия по производству конфет. Ее открытие позволит фабрике обеспечить конфетами всю ульяновскую область и соседние регионы. Производственная мощность линии 250 килограмм конфет в час. Ну решили сделать конфеты, попробовать себя как-то в новом амплуа, так скажем. Ну задались целью, поставили определенные задачи. То есть вот теперь сейчас здесь стоит линия, которую мы отрабатываем, запускаем. То есть придумываем какие-то новые, необыкновенно вкусные изделия, конфеты. То есть собираемся расширить, то есть ворваться на рынок, расширить большой ассортимент. В этом году кондитерская фабрика отмечает свой юбилей. Уже 15 лет Сладис радует ульяновцев своими сладостями. До открытия конфетной линии кондитеры работали только с мучными изделиями. За это мы очень многого достигли. Стали выпускать вкусную продукцию, то есть свою, которая на натуральном сырье и которая нравится очень детям. У нас более 200 наименований. Вот. Теперь мы решили попробовать и конфеты. Мы сейчас запускаем конфетную линию, которую вы здесь видите. Это даст дополнительно еще рабочей силы 40 человек. Агропромышленный комплекс ульяновской области находится на подъеме. В прошлом году индекс производства продукции сельского хозяйства составил 104,2%. Вы, наверное, уже знаете, что отрасль АПК является сейчас по итогам 2017 года самой динамично развивающейся. Мы практически достигли всех показателей доктрины по продовольственной безопасности, по самообеспеченности. Поэтому и инвестирование тоже развивается очень интенсивно. В прошлом году на ежегодной выставке форума малого и среднего предпринимательства, сделанного в Ульяновской области, фабрика «Сладис» вышла на переговоры с крупными сетями региона. В этом году от форума ждут еще больших результатов. Мы рассчитываем, что в этом году, буквально 19 апреля, состоится очередной форум, сделанный в Ульяновской области. Это главная площадка по продвижению нашей продукции. Мы не только новые сети представим для наших предприятий, производителей пищевой продукции, но и второй год подряд сделаем большой баевский тур. Это ведущие импортеры российских продукций из пяти стран мира, которые заинтересованы в продукции, например, кондитерских фабрик. В основном это пищевая переработка. За последние шесть лет совокупный объем инвестиций в агропромышленную отрасль составил 33 миллиарда рублей. А реализация инвестпроектов позволила создать более 600 новых высокооплачиваемых рабочих мест. Вообще, в целом, за 10 лет, как мы начали профессионально заниматься инвестиционной деятельностью, я веду разговор о 2007 году, нам удалось привлечь в экономику региона почти 1 триллион рублей. Огромные деньги, которые, несомненно, дали возможность Ульяновскому региону из достаточно очень бедного, почти нищего региона Российской Федерации войти по абсолютному большинству показателей в группу лидеров. Для дальнейшего развития малого и среднего бизнеса в регионе появятся специальные экономические зоны. Подобные площадки помогут привлечь в регион еще больше новых российских и зарубежных инвесторов для развития приоритетных региональных отраслей. Кристина Жакот, Руслан Баталов, Новости Ульяновской правды.